Боже мой, сколько у нас бесполезной информации в голове. Куёш Сульфарус. Ой, и вот это ты сейчас мне да... Охренеть, вот это ковырял двухметровое. Мне кажется, что это Солух. Солух. И этот Друид. А не Друид. Ну, забудь, будет так. Всем привет и добро пожаловать в наш канал. Привет. Сегодня третья часть официальных обзоров официальных фигурок от DC Unlimited по World of War. Спойлер, финальная часть. Финальная часть. Да. Ну что, поехали? Мы сделали это, да. Поехали. Поехали. Мы с вами по-прежнему в 2010 году и вторая премия... Премиум серия. Да, вторая серия. Премиум серия, серия премиум. Гном Варлок в шестом тире и неизменный Синяк. Первый пэт, который появлялся у Варлоков в игре. Да. Вальдемар развивать Варлока. Ну, как Войд Волк развивать. Вот что в этой фигурке классно. Ну, кроме того, что она парная. Да, они вдвоем и гном своим перстом указывают, что... Он говорит, вот, смотри, да, меня кто-то обидел, иди танкуй. Иди танкуй. Вот. А не забыли про эффект доспехов шестого тира. Вот эти крылья, которые там периодически распускаются. Слушай, да. Когда это вышло, это было вау. Я аж охренел, да. Насколько это круто. Я ненавидел Варлоков. И мне как класс они не нравятся. Но то, чтобы был этот эффект, это круто. Кстати, потом же это вернули в тир 20. Да, уже улучшенный. И там все красивее и интереснее. Ну, вот интересно, да, что фигурка премиум. Хотя тоже не сказать, что она прям такая... Ну, она хорошая. Ну, тут премиум премиум в том, что их два. Что два, да. О, Войда. Прекрасная вот эта вот подставка. Он полупрозрачный, кстати. Если у него на фоне есть что-то... Блин, мы не покажем вам. На фоне есть что-то, что светится, он тоже не светится. Он полупрозрачный. Крылышки полупрозрачные такие рваненькие. Ну, сама фигурка, ну, мне кажется, классная. Вот. Не классная классная, но классная. На восьмерочку вот так вот. Да, я поставлю 6 из 10. Там следующая покруче. Согласен. Кто же это у нас? Что это за орк? Никто даже не знает. Персонаж, который был на обложке в Warcraft 3, мать его, на Reign of House. Который был в невышедшем квесте. Который был во всех дополнениях в Warcraft. И с нами до сих пор. И такого с Крисом Медзена, человека Warcraft. Да, человека Warcraft. Трал. Да, Трал в правильной реинкарнации. Не тот, который нас встретил в катаклизме полумонах, полумессия. А настоящий ворчив, стоящий ногой на черепе какого-то дракона, наверное. Кто-то скажет дракона, кто-то скажет козлика. В руках он держит легендарный, вот тут могу ошибиться, как он. Думхаммер. Думхаммер. Трал тоже лучше лишний раз не трогать, чтобы он как-то так не отвалился. Но, тем не менее. Крутая фигура. Детализированная, качественная, просто пушка. Вот. Ты смотришь на эту фигурку и ты понимаешь, что такое Warcraft. И что такое орки. А орки это честь и доблесть, вообще-то. Не забываем. Да. Да. И хоть мы играем за Альянс, скажем, что за Орду тут прокричать. Любой Альянсовец уважает как минимум Трава. И Гороша, да? Горош спорный персонаж. Ну, однозначно, 10 из 10 просто супер. Супер фигурка. Я тоже поставлю 10 из 10, потому что, опять-таки, надо помнить, что это персонаж Warcraft 3. Мы начинали Warcraft 3, когда кликали именно на Трава и отправляли его. Да, сидя на его волке. А Warcraft 3, в моем случае, это прямо веха в истории видеоигр и вообще веха в жизни. Тоже он такой, как логушь, перекачанный, да, маленько? Это то, с чего он все началось. Ну, орки вообще перекачанные, хотя он-то у нас не пил эту бормотуху демонскую. Ну, просто такой вот... Ну, идет качаться. В свободное время есть он идет качаться. Да, идет качаться, как Гомер Симпсон в одной из серий, да, с Гантелей. Да. Там же в 2010 году выходит серия, которая состояла из одной фигурки. И у нас ее нет, потому что ее не было в свободной продаже. Опять же, была очень сложная логистика с доставкой. Но я помню, что стоила она очень дорого. И было непонятно реально до конца, как ее заказать. Это фигурка Пандарена. И не абы какого... Чен Стормстаут. Стормстаут, да. Это вообще-то он большую часть ролика Миссов Пандария на себя взял. Да, это именно эта панда. И в игре на тот момент панда-то, в общем-то, и не было. Она встречалась... Пандаренов не было, да? Да. Она, он. Этот Пандарен, он встречался в Фроузен Троне, когда можно было в одной из миссий его к себе присоединить временно. Да, в качестве героя. Я вот вообще не помню. Я недавно перепроходил Рефорджет. Проклятый. Такое дно, боже мой. Ну, вы об этом знаете. Ну, в общем, он там был спрятан в одной локации. Можно было его... Да. Я сейчас вот не путаю. Там в одном... В стопе! Они... Ну, ты его мог юзать в компании за орков в Фроузен Троне. Ну, вот. А, я ее не стал проходить. Мне не хватило. Вот. А еще там в обычном... В третьем Варкафте не Фроузен Троне, как он назывался-то, господи. Рено Хаус. Совершенно верно. Вот. Там была зона, куда заходишь, и вспышкой такой секрет открывался. Типа зона пандаренов. Но там была только картинка. Вот. Два пандарена. А в игре их не было, да? По сути. Ну, в мультиплеере можно было играть. И было не совсем понятно, что это такая за фигура. Хотя фигурка классная. Он воспринимался как... Батчонками там совсем. Да. А пандарины воспринимались как какой-то истер-эг. Да. Потому что в Близзард работал, к сожалению, работал с Эмвайс Дидье, который очень-очень любил пандаренов, и везде их пихал. И куча артов была с пандаренами, но в игре их не было представлено никак, кроме каких-то шуток. Да. Ну, поэтому самой фигурки у нас нет. По оценкам, ну, я бы, наверное, восьмерочку поставил этой фигурке. Ну, потому что я до сих пор считаю, что панды... Хотя дополнение миссу в пандаре, на мой взгляд, очень классное, очень лорное, интересно. Если там все вдуматься, прочитать, не просто пробежать его, как сейчас это возможно. Оно прям очень хорошее, очень качественное. Ну, все-таки, на мой взгляд, пандарены по-прежнему это не лоркас. Поэтому я вот за исполнение фигурки баллов накину, а так 80. Ну, я, наверное, так же 80, и, опять-таки, по скриптам, миссу в Мандаре, это круто, класс Монг, это круто. И как их сделали в игре, это тоже довольно-таки прикольно. Третья премиум серия открывает ее, можно сказать, вождь, да, орков. Горош Хеллскрим. Ну, занимал должность вождя. Я занимал, да, исполняющие обязанности вождя был. Кстати, если ты до сих пор не выбил его плечи, я могу тебе вот сейчас вот дать. Ты как-то мне знаешь, после триллионного раза мне как-то ждали. Да, да, что сказать, крутейшая фигурка. Крутой, очень крутой, очень детализированный, боже мой. У него даже, ты можешь нахрен татухи вот эти у него прямо по-другому. Да, да, они прям выделяются здесь. Да, и очень детализированное лицо. Одно из самых детализированных вообще. Поближе, да. Ну, в принципе, он будет крутиться. Знаковый персонаж. Встречается нам он первый раз с Бердом Перстейдом, да? Вот. И земное существование заканчивает, получается, заканчивает. Вовод. Да. Воросов Драенор. Он был в ролике, на мой взгляд, ролик Воросов Драенор. Самый крутой из всех, которые были по Варкрафту. Это музыка просто бомбичная. Прекрасная фигурка. Ну, закончил свое существование. Горош. Закончил он, кстати. В Шадоуленде, да? Смотри, он у нас был боссом в конце Миссов Мандария. Да, в последнем рейде. Но потом мы с ним заканчиваем отношения и побеждаем его. Просто как в квесте. Что-то как-то странно. Он был рейдбоссом, а теперь он у нас просто квест. Потом он у нас возвращается в Шадоулендс. Где он? Ну, он просто, это же у нас мир душ. Он там отвечает за свои плохие поступки. Топор у него в руках непростой. Топор-то это... Батин топор. Да, Батин топор, который все могут, ну, могли в Каражане старым получить. Вот, с последнего босса, с Молчезара. А потом его модельку обновили и, по-моему, он у нас в Драгонфлайте появился. Я не скажу. Я помню с ним его батя в Варкрафт 3. Да, Монорота вот именно этим топором-то и зарубил. Да. Боже мой, сколько у нас бесполезной информации в голове. Зачем мы это помним? То есть я до сих пор не могу запомнить, на каком номере трамвая доехать до какого-то места определенного. Но вот то, что Монорота зарубили именно этим топором-то, я помню. Да. А фигурка 10 из 10 однозначно. Да, я тоже ставлю 10 из 10, потому что тоже куплено на выставке Игромер. И одна из самых детализированных фигурок вообще. Да. То есть у нас Гороша 2 получается. Еще одного я своему другу Миша дарил. Ниха, привет. Ниха. Так что горошами горошами эта земля полнится. Ну что, всем таздинго, пацаны. Всем таздинго. Тролль, да не просто тролль, тролль-хантер с ловушкой хантовской. Да. В гладиаторской одежде. Да. С луком, как он, ворчивский лук. Изогнутый лук Верховного Вождя. Я выписал. Да, с супер длинной стрелой, которая постоянно теряется куда-то. Он живет своей жизнью. Уберу ловушку. Оставлю так. Ну как, я не очень люблю троллей, честно говоря. Не очень они мне нравятся. Я их не люблю как в жизни троллей, так и в Ворфор Крофт. Да, но фигурка очень хорошая. И, в общем-то, это таздинго, собственно, собственной персоной, да. Чье имя потом стало, в общем-то, приветствием троллей внутри игры, там, пожеланием самого иного лучшего. Слушай, ну он сделан просто офигенно и очень-очень детализированно. Ну я просто, я не поклонник троллей. Хотя я понимаю, что тролли, да, это, и как и ворки, это, блин, часть Варкрафта. Мне нравились тролли во втором Варкрафте, в стратегии, вот, метатели топоров, которые там были. Вот, а вот все, что было дальше, ну, ну, так, такое. Ну, с клыком, там, вот, торчащим, второй клык сломанный, прическа панковская. Очень, они, конечно, мемные. О чем сильно жалею, о том, что в русской локализации World of Warcraft потерялось вот это вот тролльское наречие. Ямайское. Ямайское, да. Это, I will never forget, never forgive. Фигурка бомбовая я поставлю 7 из 10, потому что не любят тролли. Если бы я был объективным, то это была бы девятка. Ну, я поставлю, наверное, 7 тоже из 10. Пусть будет так. Да. Конечно, не могли обойти DC самого главного персонажа, ну, объективно, самого главного персонажа, наверное, наряду с Травом и Элиданом. Ну, да, это олицетворение самой вселенной. Эту фигурку, конечно, ждали, ждали, ждали. И Артас Минитил в виде короля лича появился. Да. В своем замечательном этом доспехе. С Фростморном в руках. Фростморн. Кстати, вот есть еще один. Я могу так вот влезти из-за спины. Хопа. Оба. Фростморн. Да. Блин, а я всегда хотел себе, ну, в натуральный размер Фростморн. Может быть, когда-нибудь. Можно, можно его... Было бы желание, что называется. Вот. Конечно, фигурка очень нравится. Вот. И сам персонаж Артаса, он, как бы, может быть, он не самый такой знаковый, да, ну, один из. Вот. Но он точно никого не оставляет равнодушно. Я не согласен. Мне кажется, это главный персонаж, потому что, если ты... Если человек, который вообще не знаком с World of Warcraft, Warcraft и всем, что с этим связано, ему покажешь вот эту фигурку, он такой вот, а, Warcraft. А, Warcraft, да. Может быть, даже скажешь, Артас. Это типа Артас, да, потому что с ним куча мемов, куча приколов, роликов, косплеев разных. Да. Ну, короче, круто, да. Стоит он именно в той позе, которая в оригинальном опенинге Короля Лича дополнение было. Блин, да, ролик-бомба. Да. Развивается плащ, и он смотрит на свою где-то со скалы Орду Нежити, которая вот-вот ринется. Которые кадр в кадр утащили ребята, которые Игры Престалов снимали. Да, да, да. Похоже там. Детализация у фигурки обалденная просто. Детализация льда там, там, на... Трещинки, я не знаю. На льде или на льду? На льду. На льду трещинки вот эти вот все сделаны, все в пру. Как у него сделан плащ, как у него детализированная броня. Боже мой. Даже волосы развиваются. В плане дизайна Артас, ну, именно Лич Кинг, это... Ну, это надо изучать в школах дизайна персонажей, в школах Огейм Дэву. Шедевр. Да. Десять из десяти, без вопросов. Ну, честно, ну, это же премиум фигурка. Я думал, что она будет побольше размером. Вот, но потом, видимо, как в игре, да, у нас Король Ильич, ты вредить, когда с ним сражаешься, он на две головы, там, в два раза выше, чем твои персонажи. Но надо дать должное людям, которые работали в DC, выпускали эти фигурки. Они их все сделали, в общем-то, в обычном масштабе. Орки побольше, люди поменьше. Ну, вот, гномы так вообще где-то здесь находятся. Слушай, да, да, да. Они все правильные. Да, поэтому Король Ильич у нас не гигант, здесь не монстр какой-то. Слушай, он не перекачанный орк, который астероиды живет. Но сила его в другом заключается. 10 из 10 однозначно Артас и в наших сердцах. По скриптуму у меня это моя вторая, моя феверит фигурка. Моя любимая фигурка будет чуть дальше. Это номер 2. Блин, он очень крутой. Даже на ботинках сзади черепушки. Он офигенный. У меня, кстати, есть двух вариантах. Из разных даже компаний, сделанный Артас. То есть здесь и у меня есть еще Нековский. Как-нибудь покажем вам обязательно. Наконец, мы перешли в 2011 год. Перелеснул в 2010. И открывает этот год, эту серию. Он. 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 Классический паладин в... Джаджмент Армор. Второй тир. С Сульфарусом в руках. Сульфарус. В чем меня убивает? Он же грузовый Сульфарус, он же Сульфурон Хаммер. Сульфурон Хаммер. Вот, ну, вот, это не делюкс-фигурка, поэтому здесь каких-то светящихся элементов нету. Сульфурон Хаммер, а это, может быть, тот, который был до того, как ты куешь Сульфарус? Ой, вот это ты сейчас мне, да, конечно. Не скажу сейчас это. Надо лезть и вспоминать. Ну, что тут сказать? Это, наверное, самый крутой доспех паладинов. У тебя паладин, Мэйн. Ты как скажешь? Это, ладно, паладин. Это самый крутой доспех вообще в игре. Во-первых. Вот, Арх, паладин лучший класс в игре. Самый популярный. Давай объективно здесь говорить. Это самый крутой класс, который может быть паладином. Даже в ДНД. Я всегда любил и уважал паладинов. Очень детализированная фигурка. У него тут цепочечки висят. У него юбки, вот эти вот слои, у этих юбок раздельно все сделаны. У него ботиночки прям как надо. Все прям супер. При условии, что в самой игре это было нахрен трехполигональное дно. Да, вот такая просто юбка. А теперь, на тот момент ты мог это дело купить, все это рассмотреть. И это прямо бомба. Единственное, я понимаю, чем вдохновлялись дизайнеры Blizzard Entertainment. Потому что здесь, ну мать его, особенно со спины. Ну это Warhammer вообще-то. Абсолютно. Это прямо Warhammer, Warhammer. Но как это интегрировано в Warcraft, это они большие молодцы. У меня эта фигурка номер один. Потому что паладин и это сила. Как там было, у нас 15, он один. Да, нам не страшен паладин. Да. Вот так. И это стоп-моушен. Он прям замахивается. Он прям готов кому-то врезать по лицу. Да. И это единственный минус этой фигурки. То, что он замахивается. Он стоит вот здесь вот на цыпочках. То есть вот так вот, по идее, он упирается юбкой доспеха своего, чтобы не упасть. Но по факту происходит обычно вот так вот. Да. Примерно. Поэтому мне тоже очень нравится. В оригинальной Warcraft в ваниле. Мне, как и тебе, удалось выбить только шлем с Аниксией. Я так играть-то особо не умел. Мне было мало-мало лет. Закидывали Аниксию тапками практически. Я кнопки скиллов прожимал мышкой. Как бы у меня тогда ни биндов не было, ничего не было. Я не сидел, не рейдил с ребятами. Поэтому у меня был шлем. Я был счастлив, что у меня хотя бы что есть. И река лор фиолетового цвета можно было выбить в Данжах. Еще был один река лор, простите, с голубым оттенком, бирюзовым оттенком во времена ивента перед Королем Личом. И сейчас до сих пор некоторые не поседав таким ходят, но это крайне редкая, по-моему, история. Я жду переделку в современном ВОВе с кучей полигонов, как они сделали, например, в Тир-6, а в Легионе выпустили по новой. Будет очень здорово. Знаковый, классный армор. Мы больше про броню здесь говорим, чем про персонажа. И я обязательно должен показать вам вот это. То есть даже доходит до такого, что люди сделают себе татуировку на плече, на плечника из Judgment Armor. 10 из 10 однозначно. У меня 11 из 10, это единственная фигура, потому что я самообъективность. Хорошо. Следующая фигурка это Гарона. Персонаж, который занимает большое, конечно, место. Да, хотели бы мы вам ее показать. Но у нас ее нет. Я ее не покупал, потому что я не знал, кто такая Гарона тогда, и мне не очень нравились роги. И мне тогда показалось на тех фотографиях, что были, что она такая достаточно простецкая фигурка. Вот поэтому я ее не брал. Как-то я даже не знаю, почему у нее нет коллекции. Надо исправить. Она, кстати, продается. Да, ее можно купить. Она там приемлемых денег сейчас стоит. Для коллекции ее можно добрать. Но фигурка хорошая. Персонаж интересный. Да. Слушай, ее классно вернули в Shadowlands. У нас Shadowlands это такой большой кусок дерьма, но в котором есть какие-то вкрапления шоколадных крошек. Вот одна из этих шоколадных вкраплений это как раз ее история в Shadowlands. И все? И все. Да. 7 из 10, наверное, я вот так вот оставлю. Ну так на глаз, на скриншоты из онлайн-магазина я 5 из 10 поставлю. Первый единственный ворген, который присутствует в качестве фигурки. Никому не известный. Гарм. Гарм. Вайтфайн. Да, его нет в игре. Белый клык. Даже как NPC-шника какого-то просто стоящего нет. Да. Ну это что? Он шпион. Спай. Ворген-спай. Ворген-спай. Судя по тому, как у него тут порвана одежда. Явно он недавно только обратился в эту форму. Кто-то его взвесил. И вот он такой типа, сейчас я тебе покажу. Да. Воет он куда-то на луну. И с воргенами какая вот история. Что когда они только появились как играбельная раса, ты всегда выбирал, в какой форме ты бегаешь. Воргена или человека. Если ты бегаешь в форме человека, входишь в бой или применяешь любое заклинание, способность, ты превращаешься в воргена. И дальше воргена остаешься. Тебе надо прожимать кнопку. Это безумно бесило. И хорошо, что сейчас кто-то догадался наконец сделать. Спустя 20 лет. Много лет догадался, что после окончания боя возвращается или применяешь способность возвращается в хьюмор-форму, если ты этого хочешь. Воргены в целом мне нравятся. Даже была у меня мысль когда-то моего преста сделать, шедо преста ворген. Мне казалось, что это очень круто. Потом что-то я поиграл, поиграл, прошел цепочку и понял, что возвращаемся к Гадрины. Слушай, ну как фигурку он сделан классно. Очень детализировано. У него тут и костюм тройка, и все остальное. Но! Я вот воргенов вообще не люблю. На них по-дебильному отображается броня. Просто ужасно. Особенно клоукс, бэк. Накидки. Накидки, да. И шлемы. Это прям мем, как некоторые шлемы на них смотрятся. На тот момент, когда они появились в катаклизме, мне не нравилась их анимация. Она очень топорная была. По сравнению со всеми остальными, казалось какой-то дебильной. Это же была новая раса. Там наоборот, все допилили вроде как. Ну, да нифига. Как-то не так воспринималось. И то, что они прыгали, делая сальто назад. Так же невозможно прыгать. Сейчас, кстати, этого нет. Они делают сальто вперед. Опять-таки, 12 лет прошло, да, они это исправили. Ну, ты видишь. Сейчас они симпатичнее. Потому что, да, их подтянули по уровню к обновленным моделькам из Warlords of Draenor. Из полигонов добавили. И у меня сейчас в Актуале есть в Орген Друид. Ну, и по-честному, я иногда им поигрываю. Но в основном для того, чтобы в кошке в стелсе пройти и не выбить еще одного маунта. И нажать LTF-4. Поэтому так. Как фигурка я поставлю 6 из 10. Ну, сделано действительно хорошо. Да, 6 из 10 соглашусь. И идем дальше. Восьмая серия фигурок. 2011 год. И снова прист. Мне все в этой фигурке нравится. Кроме того, что это Undead, честно говоря. Я тоже к Undead всегда как-то прохладно относился. Но именно вот этот шестой тир и его рекалоры, которые есть в Легионе, потом есть которые за арену, за батлграунды. Мне кажется, это вообще лучший вариант. Только белый не очень хороший. Лучший вариант для приста. Ну, один из лучших. У нас шестой тир, почему вершина? У него уже, посмотри, он есть как бы в оригинале. Он есть в Легионе. У него есть еще рекалор за башню. Да, да. Который ты хрен достанешь. Да, это очень сложно. Так что они молодцы. Броня крутая. У него очень круто детализировано, сделано лицо. В общем-то все. Все, что можно сказать. Да, ну персонаж, соответственно, в игре отсутствует. Непосредственно такой. Но ничто вам не мешает создать пристанды. Да, быстро за одну неделю собрать себе шестой тир или его вариации. И получить полную копию такого персонажа. 8 из 10, наверное, я вот так вот поставлю. Да, мне тоже она нравится. Тоже 8 из 10 поставлю. Черный рыцарь. Или Black Knight. Все-таки как его более правильно, более узнаваемо назвать. Честно говоря, было не совсем понятно, когда я покупал эту фигурку. Аналогично. Я думал, что это проза Undead, типа Death Knight. Но нет. Есть глубокая история у этой фигурки, у этого персонажа. И непосредственно о нем в World of Warcraft. Мы его встречали, помнишь, в Argent Tournament Grounds. Я вообще без понятия, как это в русской версии. Он раздавал там квесты. Ну, Арена, Колизея, там что-то, Лизона, Колизея. Да. В общем, да. Именно там. Раздавал квесты. Мы помогали избавиться от других черных рыцарей. Да. Рядом с ним стоял скелет Берифон. Да. Потом мы... Что-то делал не так. И нам надо было разобраться с ним. И он уже как босс в Колизее на пять человек. Ну, в Данже, да. Мы его убиваем как Undead, как скелета и в конце концов как призрака. Да. Три раза в Данже, получается. Три раза в Данже. Да. И потом, ё-моё, он, ну, соответственно, попадает в Шадоу Лендс, как и все. И мы еще в Шадоу Лендсе с ним разбираемся. Угу. В пять раз. Да. Но он, получается, там по сюжету дополнения один из главных генералов, слуг, шпионов. У Артаса, в общем, был. Ну, и, собственно, там немножко крошки нам попортил. А надо добавить, что в руках у него не просто какой-то там меч. Очень крутой. И на тот момент, когда мы увидели модельку этого меча, мы такие, охренеть, вот это ковырялось метровое. Такого не было. Да, это, в общем-то, тот самый Армагеддон Блейд из Накса. Да, у него был еще Арикалор в торговой лавке. У меня жаба задушила покупать. Так, полигонов-то маловато и детализации сейчас для игры. Ну, в общем, может показаться, что фигурка такая достаточно простая. Хотя тут, вон, и черепушки на ногах. Вообще класс. Вот. Мне очень нравится, честно говоря. Одна из таких вот прям, ну, как бы, вот, глядя на такие фигурки, хочется начать их собирать и коллекционировать. Да. Мне кажется, да. Поэтому я бы вот так вот поставил, наверное, 9 из 10. Я поставлю 8. Мало красок. Как-то глазу не за что зацепиться. Вот. Вот так. Хорошо. Такого еще не было. В ролике мы такого не говорили. Да, пусть будет так. Да. Еще одна фигурка, которая отсутствует в нашей коллекции, отсутствует она по одной простой причине. Да, это самая дебильная фигурка вообще в серии. Ну, то есть то, что у нас ее нет, ну, нормально. Парная фигурка, но она некрасивая, ни одна, ни другая. Гном Рога и... Гном. Он Touch the Candle. Да? Да. Вот. И гном. Не гном. Гномы, да? Да, но Touch the Candle. Гномы. Нет? Нет. Кобальды. Кобальды, точно, е-мое. Вот, Кобальды. Кобальды всем попили крошки как следует. Вот. Тут что он про них может сказать? Ну, они некрасивые. Фигурка все-таки должна радовать глаз, кажется. Как низкий таз должен радовать глаз, да? Конечно. Конечно. А вот глядя на эту фигурку, думаешь, е-мое, куда я потратил свои деньги. Поэтому их можно и до сих пор купить тоже, но мы этого точно не будем делать. Нет, ну и хрен с ним. Ну, справку надо дать. Персонаж есть в книжке The Shattering. Раскук, наверное, так. Раскук, да. Это приквел. Книжка перед катаклизмом была выпущена. Он что-то там, Мойру Тауриссон ликвидирует. Ну, это известная Рога. Но абсолютно неинтересная роль его как часть Ночного Дозора, который, кстати, нигде не фигурировал потом в игре. Вроде в роликах. Ну, за то, что я фигурировал в книгах Лукьян. Скажу честно, я не так, чтобы вчитываюсь в хвесты в обе. Особенно в последнее время. Конечно, это же не Балдурский. Да. Ну что же, мы подошли к последней серии фигурок. Это последняя премиальная серия, четвертая. И открывает ее Headless Horseman. Да. Всадник без головы. Тот самый, которого мы встречаем в Аллом Монастыре во время Хэллоуина. Боже мой, сколько раз, какими персонажами я к нему только не ходил. Но коня у меня так и нет. У меня есть все. У тебя нет коня? У меня нет коня. Ну ты вообще... Я коня в итоге купил, знаешь, где в Ходс. Чтобы хоть где-то у меня было... Не, у меня есть. Но я его тоже триллион раз убивал. У меня есть. Это же не Аба как еще персонаж. У него же там целая история. Да? Да, да, да. Это не просто так все. Ну, во-первых, если посчитать, сколько раз мы его песни слушали, тогда его сами нет. Я помню, когда только-только он появился, всех это прикалывало. Но потом нет. Потом уже начало... Хватит, да. А так, смотри. Это у нас проклятый рыцарь серебряной длани. У меня не хватает рук, поэтому вот возьми тыковку. Да. Серебряная длань. Угу. Он уверен, что он живой, а все остальные вокруг мертвы. Да. А на самом деле, как бы наоборот. Он уверен, да, а при этом голова у кого летает вокруг. Да. Но у него даже имя есть, и оно прописано. Томас Томпсон его зовут. Правда, это абсолютно бестолковая информация. Вот это, честно говоря, моя любимая фигурка. Тут вот так вот. Да, потому что она вот состоит из трех частей. Да, лошадь, которая вылезает. Собственно, сам рыцарь. Из земли. Да, из земли. Ну, там, на кладбище, да, Скарлетт монастыря. И тыквки, которые он суммонит. И которые как пэт можно. Как пэт можно, да. Отличительная особенность этой фигурки еще в том, что голову, которая вот здесь вот летает, можно непосредственно на саму фигурку прикрепить. Как это все? Да, я снял в двух вариантах. Ага. Во, получился. О, бомба, да. Да. Вот, и можно вот так вот. Я слышал стандарт для этого дерьма. Да. Они просто стоят и стоят. У него даже шпоры, смотри, на ботинках. Он очень круто сделан. А сам персонаж, я уверен, вдохновлен фильмами Тима Бертона. Потому что, ну, вообще, посмотрите на вот эту тыкву. Ну, это одна зажима. Кошмар перед Рождеством. Из его, да, кошмара перед Рождеством. Ну, и лошадка. Тут пику оставим. Лошадка влезает. Лошадка когда-нибудь, возможно, в другой жизни. Слушай, ну, у него же шанс в ропе-то нормально. Так же все будет. Все? Возможно, возможно. Ну, тут я как-то 11 из 10, наверное, поставил. Здесь я. Просто мне нравится персонаж. Мне нравится то, что он доступен ограниченное количество времени. Только во время событий игрового. Ну, блин, я 10 из 10 поставил, потому что мне очень нравится. Пламенный меч. Это прямо диорама. Да, это диорама. Три из трех частей состоит сет. Круто. Круто. Закрывает список официальных фигурок. Да. Слушай, мы дошли до конца. Справка небольшая. Мне кажется, я особо не считал, но, по-моему, это 41 фигурка. 41 фигурка, да. Ну, у нас не все есть, но у нас есть почти все. Нет, 41 вообще. Ну, собственно, совух. Это ж совух. Это ночной эльф-совух. Друид в форме... Мне кажется, что это совух и этот друид, а не друид. Ну, по-моему, будет так. Ну, что, самая мемная форма, наверное, друида. Как их танец, да. Как они танцуют. Да, как они танцуют. Тут с рогами. Тут у него вот эти блестяшки сзади. И он же реально в процессе своего танца находится здесь. Мега продуманная, супер детализированная, классно сделанная. Одна из самых-самых в плане качества фигурка. Вообще, из этих 41, про то, что мы говорили. И она устойчиво стоит на одной ноге. Да. Вообще, где это видано? Привет, паладин. Ты во втором тире. Вот. Дравятся ли тебе друиды? Да не сказал бы, честно говоря. В моем случае, ну, когда он у меня есть. Ну, у меня тоже есть. Друиды тоже в орган, кстати. Но если мы будем углубляться в какую-то психологию, почему люди некоторые выбирают играть за друидов, я думаю, что друид это какой-то диагноз. Ну, то есть, это определенный склад ума. Это определенный образ жизни. Это определенный стиль, который для меня очень далек. Но фигурка есть, и фигурка крутая. Да, фигурка очень крутая. Фигурка мне очень нравится. А вообще, соучиты, они же из D&D пришли. В общем, из Dungeon Dragons. Да. И там они были менее птицами, более медведями. Ну, например, в Baldur's Gate, там русская версия медвесыча. Это вот классические слоухи. Ну, кстати, сейчас World of Warcraft, вот на данный момент, одна из форма медведя для друида, похожа очень на то самое, с чего все началось в D&D. Вот, имя мы сказали, Владмун, Дикая Луна. Дикая Луна. Вот такой вот совух. Классное завершение отличной серии фигурок, мне кажется. Ну, совух должен был быть среди фигурок. Ну, по поводу того, кто должен был быть отдельным блоком, да, мы это сделаем. Сейчас, после того, как вы про все рассказали. Ну, давай, надо, наверное, заканчивать. Да, 10 из 10 однозначно. А у меня тоже 10 из 10. И теперь самое интересное. Очень короткий завершающий блок. Самый интересный. Я вот, например, обожаю спорт. Ну, то есть спорт – это жизнь. Хоккеист, да? Шпорт – это жизнь, да. Мы же про одноклассников уже говорили, вот тут же старый мемчик. Да, да, обязательно. Мы сами-то не молодые здесь. Я очень люблю спорт. В спорте самое главное – это что? Статистика. Статистика. Поэтому один из моих самых любимых фильмов – это «Человек, который изменил все». Это для человека, который, ну, не знаком со спортом или со всем, что с ним связано. Это унылый фильм. Это идиотизм. Но я обожаю этот фильм, потому что он про спортивную статистику. Итак, статистика по фигуркам. Давай, мальчи. Всего. У меня выписано. Я выписал на всякий случай, чтобы не ошибиться. Потому что это важно. Статистика важна. Всего фигурок 41. Я был прав. Я правильно посчитал. Из них. Орда Альянс. Как ты думаешь, на чьей стороне были DCN Limits? Мне кажется, Орды больше был. Альянс – 18 фигурок. Орда – 15. Ага. То есть тут как бы общемировая статистика сыграла так же. Ну, и нейтральная, да, получается. По расам. Самая популярная раса, как ты думаешь, какая была? Человек. И ты прав. Смотри, Человек – 5, Дворф – 2, Ночной Эльф – 5, Гном – 3, Дриней – 2, Ворген – 1. Это если мы про Орду говорим. А про Орду, как ты думаешь, кто? Орки. Правильно. Орк – 4, Тролль – 2, Туриан – 1. Я наврал. Андедов – 5. Андедов – 5. Андедов – 5. Вот так вот. Я, кстати, тоже, пока мы про них рассказывали, я что-то думал, что Андедов-то многовато. Эльф Крови – 2, Гоблин – 1 всего лишь. И мимо тех, за кого можно играть у нас – 1 Суккуб, 2 Мурлока вместе, 1 Нага, 1 Гуля, 1 Гноу, 1 Тускар, 1 Пандарин и Всадник без головы. И Кобальт, Кобальт еще. Про классы расскажем? Ну, это все-таки интересно. Ну, давай, да. Выбор класса для нас играет важную роль вообще в ММО и РПГ. 6 Войнов. Ну, достаточно логично, да. Популярный класс, в общем-то. Да. 3 Паладина, 2 ДК, 2 Шамана, 4 Охотника. 4 Охотника даже у нас получилось. 1 Маг, 3 Преста, 2 Варлока, 2 Друида, 4 Роги, 4. Демон Хантер, ну, тут можно ретроспективу посчитать или Дана. Да, да, да. Двух или Дана. Да, и 10 без класса. Получается, у нас больше всего DC полюбили воинов. Ну, их 6. Официально, как бы, да, когда мы можем сопоставить персонажа с его классом. Странно, что не паладинок, конечно. И вот самое важное, я отдельно для себя, пока снимал фигурки, да, пока накидывал статистику, я подумал, ага, какую фигурку бы ты хотел, чтобы они сделали, которую они мне сделали. О, это вопрос, конечно, непростой. Вот мы сейчас без подготовки, кстати, это все делаем. Да, но мне, наверное, хотелось бы Келли. Блин. Да, я тоже подумал, что почему-то Келли нет, потому что это персонаж, который вообще-то начал с Warcraft 3, который офигенно роль там сыграл. Персонаж интересный, с интересной аркой. А потом в Burning Crusade, мы с ним в два раза бились вообще-то. Да, особенно первый раз эпично. Да, и, кстати, этот феникс-то, да, феникс у меня есть? У меня есть феникс. И потом еще раз в Shadowlands. То есть он прошел, он с нами, условно, грубо говоря, до сих пор. Я уверен, что его еще вернут в историю World of Warcraft, потому что персонаж очень крутой. Почему они его не сделали? Ну, вот какое-то такое упущение, нам измерно. И сейчас, наверное, только какие-то китайские студии, которые делают неофициальные фигурки. И делают, кстати, очень неплохие фигурки. Вы можете их поискать. Это достаточно просто находится через профильные ресурсы, скажем, которые занимаются Warcraft. Фигурки делают очень интересные, очень хорошие, но там сложности, наверное, с логистикой только. Если прямо еще быстро, какового? Ну, может быть, Тириона Фордринга? Ну, не знаю. Медива. Давай, да, давай тоже попарина кинем. Значит, у нас был Кель, Медив. Какой-то у тебя был? Тирион. Тирион. Я бы добавил, боже мой, Кельтузеда? Кельтузед, конечно. Он же тоже, как бы, да. У меня вообще один из самых любимых персонажей. Он же еще и вообще-то в Shadowlands тоже с нами. И дай подумать, дай подумать, дай подумать. Думай, думай, думай. Мы сейчас вот все мои размышления вырежем. Ну, таково, Тём, не томи. Да, я долго думал. И все-таки я бы добавил, поскольку у нас в World of Warcraft это, мать его, фэнтези. А фэнтези у нас это какие персонажи? Да и не ты какие там, Рагнаросы сейчас. Какие у нас вот существа ассоциируются с фэнтези? Маги... Животные. Животные? Драконы. Драконы. Нет ни одного дракона. Алекстразу, да? Могли бы сделать, да, дракона. Может даже в его... Нафариану. Условной хуман форме. Нафаню. Да, могли бы добавить. Да, свинг. Ну, могли бы вот большую-большую классную фигуру с драконом сделать. И тогда бы вот все. Тогда бы у меня вопросов не было. Но нет. Ну, согласен. А ты все-таки ишь о Рагнаросах. Мне очень нравится. Да, с коллекционного издания за 20 лет, да, Варкавка? Да, боже мой. Я на него циник посмотрел, тут охренел. Я скриншот кидал. Тебе кинул, нет? Да, да, да. Это просто жесть. Вот. Посмотрите просто на это дело. Ладно, убираю. Да. Ну и все. Мы, я думаю, закругляемся со всеми фигурками от DC Unlimited. И мы встретимся с вами еще с фигурками классными, интересными. И здорово их классно для вас снимем. Со всех сторон покажем. Не забывайте. А теперь твоя роль. Не забывайте. Не забывайте подписываться. Не забывайте ставить лайки. И пишите комментарии. Нам будет очень интересно. Вы хорошую сделали верху комментариев к предыдущему ролику. Здесь тоже есть что обсудить. Ну, а мы вернемся к вам. Надеюсь, очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok